Ирбис Рейс Хочется принять участие во всех стартах, но в эйфории, в погоне за новыми эмоциями забывается о том, что к любому старту нужно очень качественно готовиться. И самое главное, после любого старта нужно также качественно отдыхать. Алматы Марафон уже более 8 лет занимается организацией массовых спортивных мероприятий. В наш календарь входят различные мероприятия беговые, вело, плавательный, пауэрлифтинг. Мы очень часто помогаем со стартами проведения триатлона и дуатлона. Я сама лично участвую в марафонах, в трейловых забегах, очень часто езжу за границу, участвую в триатлоне Ironman, в каких-то других стартах на местном уровне, ну и за рубежом в том числе. Если говорить о том, что сколько лет наша организация существует, мы организация достаточно молодая, то есть нам два с половиной года. Но несмотря на это мы провели уже девять стартов и порядка четырех тысяч участников поучаствовали на наших мероприятиях. Что касается участвуем ли мы, да, безусловно, наша команда это профессиональные атлеты, бывшие атлеты, нынешние атлеты. Конечно, мы участвуем в массовых забегах, мы участвуем в маленьких соревнованиях, но мы всегда в спорте. Непосредственно организацией горного бега в рамках объединения Mountain Running of Kazakhstan или Тауран Горный Бег Казахстана мы занимаемся один год. Ребята, которые являются членами оргкомитета нашей организации, они давно, в том числе и я, в теме горных забегов принимаем участие практически во всех экстремальных стартах, которые проводятся в основном у нас в Казахстане. Это дело мы любим, понимаем и, соответственно, организовываем на высшем уровне комфорта и безопасности, насколько это возможно. Меня зовут Тимур Артюхин, я являюсь мастером спорта по спортивному ориентированию бегом, неоднократный призер и чемпион Казахстана по бегу на сверхдлинных дистанциях. Также я уже 13 лет являюсь организатором экстремальных соревнований разного рода. Наша организация называется «Экстремальная атлетика». В этом году мы провели первую в истории гонку «Медео Рейс». Вот сейчас уже готовимся на будущий год. Надеюсь, эта гонка станет ежегодной и будет собирать больше и больше участников. Сам я участвую уже довольно давно в различных спортивных мероприятиях. Это и забеги, и ультратрейлы, и марафоны, и триатлоны. Опыт как участника большой. Вот я надеюсь, что в ближайшие несколько лет также будет большой опыт и в плане организации. Подготавливаясь к любому старту, однозначно нужно проходить медобследование, потому что наш организм, он иногда может быть непредсказуем. Я сама лично, как любитель спортсмен, прохожу раз в полгода медобследование, сдаю анализ крови, хожу к своему лечащему терапевту, чтобы гарантированно и с уверенностью выйти на старт, что со мной ничего на нем не случится. Поэтому каждому, кто готовится к старту, я советую сходить к врачу-терапевту, чтобы он сделал первоначальное обследование и далее уже сможет направить к специалисту, который сможет вам дать определенные рекомендации. И очень важно отметить, что вы готовитесь к длительному спортивному соревнованию, как марафон или полумарафон, для того, чтобы эти рекомендации были более четкими и правильными. Само собой, это тренировки в первую очередь. В зависимости от выбранной категории, дистанции, рассчитайте, сколько времени понадобится, чтобы в нормальном режиме, не в режиме выживания, а в нормальном режиме преодолеть. Эту дистанцию, нормально к этому подготовиться. По-хорошему, конечно, советоваться со знающим тренером, который имеет опыт участия либо подготовки спортсменов к данным мероприятиям. Обязательно уделите внимание рациону своему питанию. Ни в коем случае в день старта не использовать ничего нового, ни новые продукты питания, ни новые гели, ни новые какие-то энергетические батончики и так далее. То есть, все должно загодя быть протестировано. И еще один важный аспект, которому необходимо уделить внимание, это сон. Сон – это средство восстановления номер один. И поэтому перед стартом нужно обязательно выспаться. Это должен быть хороший, глубокий, продолжительный сон. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя злоупотреблять ни спиртными напитками, ни какими-то затяжными гуляниями, весельями и прочим. Потому что это очень тяжело отразиться потом на старте. Более того, это еще и большой риск для вашего здоровья и состояния вашего организма. В первую же очередь, конечно, нужно правильно заполнить регистрационную форму, регистрируясь на любой старт. Важны правильные данные участника – это фамилия, имя, отчество, дата рождения. И очень важный момент – это указать экстренный контакт. Также на многих стартовых номерах на обратной стороне есть самая необходимая информация, которую нужно заполнить. Как правило, если у вас есть аллергические реакции, то очень важно будет их также отметить, что в случае чрезвычайной ситуации врачи смогли вам оказать правильную медицинскую помощь и связаться с вашим экстренным контактом. Безопасность участников на горных забегах является очень важным элементом в организации любого соревнования. Но, как бы организаторы не предусматривали все, очень важным является поведение каждого из участников. Поэтому, если вы решили сойти с дистанции, почувствовали себя плохо или что-то пошло не так, о любых изменениях сообщите, пожалуйста, ближайшим участникам или волонтерам, потому что вас непременно ожидают на финише. И мы должны понимать, где и когда, и что делает каждый из наших участников. Если вы увидели, что во время соревнования участнику соревнования стало плохо, ни в коем случае не стоит его переносить с точки А в точку Б. Посмотрите, оглянитесь по сторонам. Всегда есть рядом организаторы, всегда есть волонтеры, всегда можно к ним обратиться и вызвать скорую помощь. Если вы самостоятельно переносите участника, которому стало плохо, в другое место, к сожалению, это потом очень сильно затрудняет работу медиков. Не делайте этого ни в коем случае. Если вам вдруг стало плохо, вызовите скорую. Или обратитесь к кому-то из организаторов, медицинских сотрудников или волонтеров. Если вызвали медиков, не уходите с этого места. Практически все участники попадают в группу риска. И любители, и профессионалы рискуют все. Ты можешь быть даже профессиональным спортсменом, но никто не застрахован того, чтобы получить вывих, перелом, обезвоживание или даже остановку сердца. Если на период соревнований вы держите какой-то религиозный пост или держите строгую диету, то я, во-первых, как профессиональный спортсмен и как организатор, рекомендовал бы вам либо отказаться от участия в этом соревновании, может быть, выбрать более короткую дистанцию, либо же на период проведения, на участие в соревновании, выйдите из поста, питайтесь нормально, пейте воду, как положено. Все эти вещи нацелены на вашу же безопасность, чтобы во время проведения соревнований вы получили удовольствие, а не выживали в ожидании финиша. В нашем случае иногда бывает так, что незарегистрированный участник однозначно попадает в зону риска, потому что мы не имеем никакой информации о данном человеке, ни экстренного контакта, ни какие-либо противопоказания, которые он имеет. Более того, на данного человека будут использоваться дополнительные единицы скорой помощи и ДВД, тем самым ограничивая у нас возможность оказать нужную помощь для зарегистрированных участников. Безусловно, только в одном нашем городе столько стартов, что хочется пробежать и поучаствовать везде. В погоне за этим мы забываем о том, что нужно готовиться и очень качественно нужно отдыхать. Что рекомендуем обычно мы? Не нужно ходить в спа, не нужно делать массажи какие-то профессиональные. Достаточно после старта прийти, плотно поесть, принять ванну прохладную, дабы мышцы пришли в тонус. Включить любимый фильм, лежать на диване и восстанавливаться. Конечно же есть. Как правило, после монтажных и демонтажных работ, после финиша последнего участника я еду на какую-то небольшую легкую тренировку для того, чтобы отвлечь свои мысли и расслабиться. Конечно, есть. Особенно это касается тяжелых длительных стартов. И вот здесь нужно дать возможность организму полноценно восстановиться, дать ему отойти от нагрузок. Ни в коем случае не гнать его сразу же сходу на следующий старт. Мы должны помнить, что в спорте и в любительском в том числе есть специальные микроциклы восстановительного характера, во время которых организм отходит от нагрузок предыдущего старта и потом постепенно втягивается к нагрузкам последующего. Здесь нужно быть очень и очень осторожным.